В городе над Бугом в 12-й раз в истории ярко и красочно о себе заявил фестиваль художественного творчества учащейся и студенческой молодежи арт-вокации. На сцену Центра молодежного творчества на протяжении нескольких концертных часов непрерывным потоком выходили самые талантливые, одаренные и творческие студенты трех университетов области – Двухбрестских и Полескова. Около полусотни хореографических, вокальных и инструментальных номеров были представлены на суд зрителей. Каждый из них был по-своему хорош и необычен, а потому работе жюри сложно было позавидовать. Очень непросто выбирать лучших среди лучших. Конечно же, престижно каждому нашему учебному заведению принять участие в этом фестивале, в этом конкурсе, потому что само наличие высших учебных заведений в Брестском регионе, оно предусматривает такой соревновательный дух и тем более в рамках творческих инициатив. С одной стороны, это, конечно же, некая творческая встреча, творческое единение, творческое общение. То, что, в принципе, и сейчас проходит и в фойе, и на сцене. С другой стороны, конечно же, это смотр-конкурс качества воспитательной работы. Каким образом воспитательная работа, в том числе и как коллективы художественно-творческой деятельности, работают в высшем учебном заведении. Для чего это все надо? Это надо для того, чтобы стимулировать творческую активность студентов, для того, чтобы они были многосторонне развитыми и, помимо своей профессии, для того, чтобы они, наверное, освоили какой-то еще творческий навык, который, может быть, им пригодится в жизни. В фестивале с года в год становится все более масштабным и участвовать в нем все престижнее. Выступление в рамках данного музыкального форума может стать хорошей стартовой площадкой для будущего певца, музыканта или танцора. А потому волнение и переживания конкурсантов вполне логичны. Но, как и подобает настоящим артистам, перед самым выходом на сцену ребята собирают всю волю в кулак и презентуют публике свой номер во всей красе. Сегодня мы будем показывать народные эстрадные танцы, а также латиноамериканские. Мы надеемся победить. Танец помогает себя в физической форме хороший поддерживать, да и выступать – это такой адреналин. Участвую я не впервые в таких конкурсах, так как вокалом занимаюсь уже с 11 лет. Просто это моя среда, мне это нравится, так сказать, себя показать и на людей посмотреть. Каждый раз, как первый раз, выходишь и стоишь за кулисами, очень трясешься, волнуешься и переживаешь. Мало ли что, всякое может на сцене случиться. Данный фестиваль – вторая ступень на пути к победе в форуме арт-вокации. Первый этап проходил на базе каждого из университетов, а третий состоится уже по итогам областных туров. В нашем регионе подобный отбор из-за большого количества желающих решено было провести в два этапа в двух городах – Бресте, Барановичах, 7 и 8 числа соответственно. И только после просмотра всех конкурсных номеров компетентная жюри назовет именно тех, кто будет представлять Брещину на предстоящем третьем республиканском этапе.